Американский Чернобыль правда или вымысел? В первые дни показа сериал побил все возможные рекорды, завоевав мировое признание, но в России проект приняли негативно. По мнению многих, лента не отображает реальных событий и направлена лишь на то, чтобы дискредитировать советскую власть. 13 июня представители партии «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к телевизионному сериалу «Чернобыль». По мнению активистов, проект превратил трагедию миллионов людей в средства манипуляции. Ведомство подтвердило получение жалобы и намерено в ближайшее время рассмотреть ее в установленном порядке. Виновными в трагедии были признаны Виктор Брюханов, Анатолий Дятлов и Николай Фоминфота. Лиджио Умидия недавно представители той же партии потребовали запретить создателям Чернобыля въезд на территорию России. Также в отношении авторов проекта предлагали возбудить уголовное дело. Так, например, коммунистов возмутило пьянство русских людей, работающих по сюжету над ликвидацией последствий катастрофы и захоронения погибших в цинковых гробах. Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала заявляли коммунисты России. Припять Чернобыльская зона отчуждения фото Лиджио Умидия несмотря на негативные отношения в России, создатели самого популярного проекта настаивают они стремились к правде. Сериал даже снимали не в специально созданных декорациях, а в настоящих панельных домах Украины и на Игналинской ГЭС в Литве, самый похожий на Чернобыльскую. Лучевая болезнь, арест, самоубийство, реальные судьбы главных героев сериала Чернобыль по мнению тех, кто стал очевидцем трагедии и смог выжить, неточностей в сериале много, но все они не критичны. Одна из них характеры ключевых персонажей, искаженные характеры таких ключевых персонажей, как директор Виктор Брюханов, главный инженер Николай Фомин, его заместитель Анатолий Дятлов. Их характеры абсолютно фальшивые, они не были такими ворами, как их изобразили, отмечал Алексей Бреус. Бывший инженер 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС Алексей Бреус фото лиджиоу медиа как бы то ни было, именно благодаря сериалу вырос интерес к катастрофе. Так, в мае пользователи по всему миру набирали запрос Чернобыл в разы чаще, чем когда-либо. Правда, есть у этой популярности, и обратная сторона столь же резко увеличился поток туристов, желающих посетить зону отчуждения. В сети уже появился новый тренд селфи на фоне заброшенной Припяти. Сценарист Чернобыля Крэйк Майзин обратился ко всем с просьбой проявлять уважение к жертвам трагедии 1986 года. По материалам Лента Руклэс Поуст 662 285 подписчиков.